Послание к римлянам, 6 глава, 5 стих. Ибо если мы соединены с ним, подобен смерти его, то должны быть соединены и подобен воскресенье. Послание апостола Павла. Они достигли концов вселенной. И католиков, и православных, и всех юридиков и сестантов. И вот сегодня сказать, вот этот стих для проповеди. Мы соединены с ним, и каждый говорит со Христом, я со Христом. И две тысячи лет воюют между собой, и твердо уверены все папы до одного, что с ними Христов, и ни одного патриарха, ни одного епископа не было, который сказал бы, а самой Христа нету. Он может сказать, что-то у него нету. Там первая, вторая жена умерла, но он точно знает, что Христос с ним. А как проверить тогда? Апостол Павел говорит так. Если мы соединены с ним, подобен смерти его. Вот через эту грань. Когда перейдем, то должны быть соединены, подобен воскресенье подобным. Подобен воскресенье. А вот подобен-то смерти его, невкусно это. Славу, которую Христос дает людям, она совсем не такая, как кажется. Вот венчаются молодые. Интересно сегодня, венцы не надевают, а просто над головами держат их. Такое рецы ее надевают. Ну и говорят, видите, он как царь, она как цариса в венках. А это означает терновый венец. Ты еще не знаешь, что тебя ждет, что она тебе будет говорить. Как она свою власть мужем будет ломать. Под код мог тебя давить-то. Если ей это удастся, пропала семья. Уже там в извращенном виде пирамида будет стоять сверх ногами. Она еще не знает, какой тиран рядом будет. Что все надо решать в молитве, а не кулаками. Вот отсюда опять разводы и все остальное. Венец тебе уже надели. Ты понимаешь, посмотри на фотографии, терновый венец. Тебе надо подлаживаться, где-то уступки делать, где-то проявить твердость. И главное, все решать надо на молитве. А если любят спать, и молитвы нет, и ничего не будет. Даже будут жить вместе, но семейный церковь, домашний, не создать. Все доброе, что у нас есть, это только от молитвы. И вот теперь соединяемся с ним смертью. Где? Христос готовится пойти на смерть. Чем он заканчивает последнюю ночь? Фактически уже после причастия. До причастия тут еще готовимся, канона остаемся. А дальше причастились, тут немножко прочитают еще, хотя ребятишкам. Все. А главное, это вот здесь и есть перед смертью. После причастия. Все силы души вложил Христос здесь так, что никогда больше никто так не молился. И ангел укреплял его, как он изнемогал. И пот даже, как капли крови, стекал с него. Подобие смерти. Так это только подготовка к смерти, еще не смерть. Смерть это отвержение поношения от всего мира. Это высшее отвержение. Когда решают на высшем уровне, ты не должен жить. Они вынесли приговор, достроен смерти. То есть на земле ему места нет. Если мы соединены с ним подобием смерти. А образно где это выражается? В крещении. Соединены с ним подобием смерти в крещении. Вы крестились в смерть Христа. И в этом же послании. Кто крестился сегодня в смерть Христа? В первую очередь должно быть погружение. А их погружения у католиков нет. У них крапление, он кисточкой выходит, махнул, и все крещенные. У православных мокрая ладошка хоть касается. А погружение, погребение, то этого нет нигде. Этот стих, как ты это разберешь, Господи, это кто же спасается? А чтобы быть подобными ему и соединенным воскресением, подобно ему, во славе, вот надо это все пройти. Если этого еще нет, надо просить Господа, дай пережить хотя бы. Даже не обязательно ехать в Иерусалим, на Голгофу. Но ту Голгофу, домашнее, семейное, бытовое, вот это неурядица в государстве. Помоги, Господи, все переносить. Да будет воля твоя, не моя. Сегодня столько несправедливости. Не привыкайте останавливаться на этом. Это ничего, во-первых, не дает, еще не исправишь. Потому что, ну, не в нашей власти. Научись благодарить Бога, что у тебя что-то есть. Первое, в Каринтии нам 1.10 читаем. «Умоляю вас, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, чтобы мы были соединены». А разделение-то у христиан-то на основании Слова Божия. Ария отошел, стал говорить, что Христос – это не Бог, а высшее Его творение. На историю отошел. Ну, то, что как вот сегодня иеговисты. Дух Святой – это не личность, а всего лишь сила, исходящая от Бога. И здесь, говорит, чтобы Павел умоляет, чтобы все говорили одно. И тогда мы будем соединены с Ним. Почему он говорит? «Как я с тобой, Отче, едины, так они да будут едины». Это молитва Христова по Слову Божию. Как важно Слово Божие правильно понимать. Сегодня ведь, ну, большего отвержения Слова Божия, чем в православии, кажется, не есть. Все заменили богослужением. Я так мысленно прохожу историю церковную, а меня в этом обвиняют. Да вы что, историю церковную отвергаете? Почему я отвергаю? Она есть. Ее надо знать историей и поступать наоборот. Апостол Павел говорит про историю Израиля. Все это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое. Его могли упрекнуть тогдашние талмудисты. Это ты что, всю историю Израиля поносишь? Ну, уже дело показало. Ждали, ждали, все жертвы приносили, тысячи козлов, омнов, быков, чтобы Христа увидеть. А когда Христос пришел, быком на него кинулись и забодали. Совершенно люди не того ждали. А ведь сколько толкователей было. Во всем мире нигде не было толкователей. А иерусалимские книжники, они все это знали. И кончилось с чем? Чтобы мы были соединены и не было разделений. 1 Коринфян 7, 27. Соединенный ты с женой, не ищи разводы. Остался же без жены, не ищи жены. И то, и другое нарушается единство. Но соединен, не ищи разводы. Закройте ЗАГС. Ни одного развода не должно быть. Как не должно быть? А 80% в первый же год разводятся. Ну, остался без жены. Ну, перешагни дальше 7 главы 1 Коринфян. Ну, не ищи жены. Ну, уже была неудача. Ты думаешь, лучше будет? Ничего не лучше будет. А обычно, думаю, второй, новенький брак будет. Это по-новому. Она будет другая. Ничего другого не будет, если она Бога-то не боится. Что она молчит, это еще ничего не значит. Все в суть в молитве. В посте, в понимании Слова Божия. О том, что как быть соединенным во Христе. А Слово Божие говорит как? Как повинуется церковь Христу, так же и на мужу. Опять же сравнение-то идет на Христа. Колоссин 2.7 Дабы утешились сердца их, соединенные любовью. Да, чтобы мы были соединены с ним. Это главная мысль в этого стиха. А соединены должны быть любовью. Кому? Ну, ближему. Евреи-евреи, русские-русскому. А вот такой-то любви, которой у христиан никогда на земле не было. Любите врагов ваших. Ну, самое, конечно, вредное, это еретики. И вдруг к нам приходят с еретиками, обращайтесь, кротко. Не на костра сжигать их. А ему особое внимание указать. А он не будет слушать. Ты ничего не потерял? Ты прояви. А дальше уже Господь покажет. Прогнаниил 11.34 Многие присоединятся к ним, но притворно. Вот оно соединение какое бывает. Многие приходят в церковь, принимают крещение. По 400 человек за один день в храмы заходят, крестят. А никого нигде нет. Ну, легко можно было остановиться. 400. Опять 6 человек вечером. Назавтра опять 400 крестят. Пять осталось в церкви. Что тут доказывать? Совсем надо быть уже даже не глупым, а полностью безумным, чтобы не понять, что все это ложь. Что ничего нет, никто нигде не рождается. А крещение это духовное рождение, соединение со Христом. А откуда известно? Да в самом крещении. Сочетоваюсь ли Христу? То есть, вступаешь ли в брак? Трижды должен сказать «сочетоваюсь». А потом священник просит «сочетовался ли?» То есть, вступил ли в брак? Надел терновый венец? Увенчали тебя? Да. Трижды должен это сказать. Вот оно где соединение? В любви. Деяние 2.41 Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединилось около трех тысяч. Хоть сто тысяч присоединялся, присоединяйся сегодня. Но если слово-то не приняли, его не приняли ни в одном храме. Его и не было там. А батюшка у нас проповедует. А о чем проповедует? Сказать не может. Знаете, он проповедует, у него должна какая-то быть прибыль, должны научены ученики. Кто самые ученики? Начинаешь говорить, ученики ничего не знают. А что он проповедовал тогда? Если совершенно ничего не знает. И слово Божие говорит, охотно принявшее слово. Не то, что ты проповедовал хорошо, но принявшее. А если никто не принял, ни одного не присоединенного. Ну, прям прямой вывод из этого стиха. Это касается католиков, православных, всех, которые количество своих прихожан исчисляют тысячами. Деяние 5.14 Верующих же более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. Мы говорим о соединении со Христом. К церкви могут присоединяться. Но соединились ли они с Господом? Это нам не дано знать. Но дальнейшее дело покажет. Многие не знают даже, что дальше после крещения. Да, я крестился, вышел из Копели. А что спрашивать дальше? Это только начало. Ты только родилась. А дальше ты должна жить по заповедям Божьим. И каждый день стремиться к совершенству. И все время чувствовать недостоинство свое. Нет, еще не то. Надо выше и выше брать. Деяние апостола 17.4 И некоторые из них уверовали. И присоединились к Павлу и Силе. И зеленов многие. Так они к Господу или к Павлу и Силе присоединились? Писание говорит к Павлу и Силе. Но это в подлинном смысле означает и Господу. Потому что здесь разделение шло на уровне проповеди. И все понимали, за кого ты? За Моисея встань на одну сторону. За Дорфана или Рома Корея встань другую. А речь шла именно о Господе. Где Моисея, там был Господь. Так и здесь. 1 Коринфянам 1.10 Умоляю вас, чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ну как можно соединяться в одних мыслях, в одном духе, если не встречаться? Господу угодны жертвы такие, когда мы общаемся друг с другом. В одном духе. В одних мыслях это понятно. Мы одинаково понимаем. Что бы ни сказали, у нас все согласно. А в одном духе. То есть само отношение к этому. Если где нужно разгневаться, чтобы ты мог разгневаться. Где нужно умилиться, умилился. Где нужно воздохнуть, воздохнуть. Вот один тоже у нас дух. Мы одинаково это понимаем. Одинаково сочувствуем. Одинаково плачем. А в одном и том же. 1 Коринфянам 6.17 А соединяющийся с Господом. Есть один дух с Господом. Проверить себя соединяющий с Господом. То есть у нас зажили те же существования, что во Христе Иисусе. Один дух. Как Христос на это реагировал? Вот я думаю, если бы сейчас зашел Господь у нас побыл, как бы Он к нам отнесся? К тому, что мы делаем. Но я бы сказал, Господи, возьми меня с одним подписчиком, сходим. Пошел бы, я посмотрел, как бы Он к ним отнесся. Вот мы считаем, это не церковь, согласно Слово Божие. Слово Божие Христос бы не стал отвергать. Ну, напросились бы к католикам. И всем бы на сердце положено было, что это Христос. И Христос бы сказал у вас, вот это неправильно, и Папа, это не главное. Главный я, никаких наместников не оставлял. Ведь не поверили бы католики. Как великий инквизитор Достоевского. Сразу же арестовали Христа. А? Зачем ты пришел раньше времени? Не мучить нас, а мешать нам. Мы все так устроили, у нас алтарь, смотри, какие дубовые иконы. Чего тебе надо здесь? Ты сейчас все разрушишь, и куда я пойду с этими ризами? Как пугало, выйду один. Как батюшка рассказывал, летел через Гонконг. Я говорю, здесь священник, а там вышел. А там одеты по-японски, по-китайски. Я стою, как пугало на огороде. В одеянии стою. Мне никому не нужен, никто не подходит. Да ладно, уже два пьяных русских шли. Они на нем наткнулись, подошли под благословение. Эписянам 1.10. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Не к себе тянуть, а ко Христу. Чтобы этой проповеди старообрядческой у нас никогда не было. Всем сказать, ты лети-ка, переходи к нам. Никогда к тебе не зовите. Не надо позориться. Люди придут, узнают, а куда ты звал. Попросятся, мы разрешим. Пусть он посмотрит. А сами все время будем стремиться к совершенству. Мы далеки от совершенства. Видите, пустое все. В субботе можно было бы как-то дела закончить. Некоторые даже не могли с дачи приехать. Но и завтра не будут все. Даже воскресенье. И под разными-разными причинами. А причина одна, дух. Я вам рассказывал, когда умер один старичок, у него ничем не знаменитый. Единственное, что вспомнили, в 85 лет ему воспитал детей, там, пятеро, кажется. И оказалось, что он ни разу не пропустил богослужение. Вот тут-то и вспомнили. У него что, детей не было, огорода, дачи не было, все было. Почему он ни разу не пропустил? Вот уже след оставленный. Мы его знать не знаем, повторяем. Поставьте себе задачу. Никогда богослужение не пропускать. Тем более, два раза всего в неделю. Но не каждый день. Мы и так уже не измучились этим. Да когда батюшки нет, так совсем короткая. Как у нас дети в лагере очень рады, когда батюшки нет. Я вам в лихую. Батюшки нет, сегодня у нас короткая служба. Тогда мы быстрее вернемся, успеем искупаться еще. Но с них спрашивать нечего. Но мы-то. Или действительно так уж нам трудно? Колоссянов 2.2. Да бы утешивай сердца их, соединенные в любви. Для всякого доброго дела. Не просто в любви. А мы должны знать нужду и по делу Божию. Какой мы нужду еще не выполняли, всегда нужно смотреть вперед. Не просто дал деньги, человек проел и все закончилось. Должно быть продление добра. А что за этим будет? А какой отзывов будет? Ну накормили, а дальше что? Он пошел на работу или завтра он опять придет? Колоссянов 2.19. И не держать главы, от которой все тело, составами и связами, будучи соединяемо. Мы все являемся составом связи Божией любви. Мы выполняем определенную каждую работу. Один глаз, другой ухо, третий язык, четвертая нога, правая, левая. И мы этим соединены. Соединение во Христе идет через наши таланты. Я вам всегда говорю, вы благодарите Бога за открытые таланты. И простите, чтобы Бог все показал. Не дай Бог умереть не распечатанным талантом. А поэтому добавляйте, Господи, мне нужны советники, помощники, наставники. И не сопротивляйте, когда подсказывают, а я уже столько лет верующий, а ты меня учишь. Столько лет слепой жил, это не означает, что ты шел куда-то. Если ты сто лет жил, не трудился, считай, ты не обратился. Исход 26.3. И вот там было пять покрывал. И пусть будут соединены одно с другим. И другие пять покрывал. И там рассказывается подробно, как соединены. Это образ. Как мы должны трудиться для дела Божия. Соединены крепко друг с другом. И как мы нужны друг другу. В чем именно? Как начнешь размышлять, и как встретились, и как на сегодняшний день. Все это чудо Божьей любви. Сирахов 1.7. И 600 тысяч человек. Это 17 глава. Соединившихся в жестокосердии своем. Не пощадил. И хотя бы и один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненасказанным. Полное единение во Христе возможно только в Духе Святом и по его заповедям. Если человек согрешает, это сегодня так привыкли. Как не грешат? Ну я схожу на исповедь, сдам батюшке грехи. Такого никогда Своей Божьей не проповедовалось. Даже 1 из 600 тысяч, если бы он согрешил. И удивительно было, если бы Бог его не оторвал от этого общества и не уничтожил как Ахану. Хотя бы мы создали самую хорошую общину, но если будем жить греховно, пользы нам никакой не будет. Досоединит нас Господь еще более крепше с самим Собою. Чтобы сила Духа Святого отобразилась в каждом из нас. Аминь. Спасибо.